Почему вход стоит 500 рублей? Вы, наверное, это хотите узнать. Потому что это ваш максимум, я думаю. Всем привет, это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Итак, шутка. У вас было такое, что... Ну, вы в туалете общественном. И закончилась туалетная бумага, и вы такой... Ну, что будет опять? Доллар в 300 будет стоить? Что будет? Ну, расскажи. Ты сейчас... Подожди, чувак. Ты очень странный мне задаешь вопросы. Я вот, давай, смотри, я не экстрасенс. Окей. И я не умею предсказывать будущее. И никогда не пытался предсказывать. Поэтому, когда ты ему говоришь, что будет, я тебе могу, знаешь, типа, авторитетно сказать, хуй знает, чувак. Ну, очень авторитетно. То есть, если тебе кто-то другой скажет, хуй знает, ты подумаешь, ну, блядь, человек не разбирается. А я тебе говорю, хуй знает. Это прямо авторитетно. То есть, ты мне можешь верить. Это журналы могут брать экспертное мнение у тебя, да? Вообще. Итак, у нас на связи эксперт по экономической ситуации. Андрей Коняев. Ну, что ж, ситуация по доллару хуй знает. Спасибо, Андрей. Как ты считаешь, тебя слава изменила? Вот ты вообще известный человек? Тебя расстраивает, когда тебя не узнают? Ну, то есть, ты такой, понимаешь, ты такой ходишь в худи, а тут ты снимаешь худи без очков, заходишь в магазин, и ты ожидаешь, что все-таки, о, Тимур, там, Каргинов, вот, будут с тобой фотографироваться. Так не происходит, нет? А когда не фотографируются, просто смотрят, думают, ну, чувак странный. Я надеюсь, ты меня подъебываешь, да, сейчас? Нет, я серьезно спрашиваю. Нет, ну, какая слава, братан? У нас нет славы. Какая слава? О чем ты говоришь? Она очень локальная вообще. Сейчас такого понятия, как там слава, ну, сейчас популярных людей столько же, сколько обычных. Ну, это как бы факт. Я думаю, вот здесь в зале сидит кто-то, ну, тоже популярный. Мы даже, ну, не знаем его кто. Просто сейчас социальные сети, YouTube, контент и так далее, и так далее, он просто все настолько уравновесил, что сейчас, ну, какая разница, ну, популярный. Вот скоро уже популярный будет человек тем, что он не популярный, понимаешь? Ну, как будто бы какое-то такое идет. То, что мы с Нурланом, ну, Нурлан, Нурлан точно звезда. Я? Это была шутка. Да. Я просто хотел дождаться, думал сам сказать, но... У нас не настолько такая слава. У нас знают вот в этом зале, да, то есть, ну, имеется в виду... Это неправда. Вас крутят по телевизору, чувак. Телевизор — это по-прежнему сейчас самый главный источник знаменитости. Нет, я говорю... Охват телевидения во всех возрастных группах 99-95 процентов. То есть ты стоишь там такой, по телевизору говоришь, не переключай там, или какой у тебя там... Ни разу такого не говорил. С ТНТ там. Ну, у тебя есть такой рекламный ролик, не типа... И типа, как будто чувак переключает, а нет? Не, 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 я вот хочу сказать, да, мне показывают по телеку, но мне кажется, слава тебя может изменить в случае, если ты, ну, каждый день собираешь стадионы. Вот тогда может быть. Понимаешь, чем... каждый день собираешь стадион? Не, ну, я имею в виду... Фредди Меркури взять, да? Я недавно смотрел репсодию. Конечно, он будет, ну, кокоситься, блядь, ну, и Евгей превращаться, естественно. Он там, ну, у него жизнь такая, что еще делать? Ну, я бы на его месте сто процентов спидом заболел. Ну, я вот... Понимаешь, о чем я говорю? Ну, здесь я максимум, ну, ветрянкой заболею, понимаешь? Ну, невозможно так... У нас уровень популярности, вот, заболеть ветрянкой. В смысле, реально. Это я тебе говорю. А если в детстве переболел, то вообще без вариантов. Это да, вообще. Тогда зачем становиться популярным? Ну, знаешь, самое главное, что характеризует конкретно вот меня? Это все, конечно, очень отменно звучит. Ты сидишь в аэропорту, с тобой кто-то фоткается, и рядом человек, допустим, ну, кто это видел, он, блядь, не понимает, почему с тобой сфоткались, но... Просто подошел чувак... Да, и все. ...к чуваку сфоткался и ушел. Да, типа... И тебя спрашивают, а ты, ну, кто-то? Ну, понимал, вот мне один раз такой вопрос задали. Ты кто-то? Я говорю, ну, типа, да. Он говорит, ну, давай я тоже тогда с тобой сфоткаюсь. Ну, вот, понимаешь, вот это что? Ну, сейчас немножко телевидение размыло эту всю тему. Сколько людей показывают по ТНТ? Вот сколько? Я думаю, что их человек сто. Вот кого активно показывают. Ну, ты не видел этот ролик? Армия ТНТ, когда они идут на страну. Ну, там не сто, там человек пятьдесят. Ну, человек пятьдесят, понимаешь? Пятьдесят человек. Раньше на телевидении было человек десять, которых, ну, типа, активно форсили все. Человек... Мы можем вспомнить эфирную сетку Первого канала девяносто седьмого года, и ты вот так вот, там, понимаешь, Якубович, Пельш, ну, кто там был на тот момент? Что-то ты как будто все передачи-то и назвал. Супонев. Масляков. Ну, Масляков, Супонев. Вот их была вот твердая десятка абсолютно популярных людей, которые ассоциируются с развлечением. Вот ты говоришь Якубович, и у тебя в голове Якубович. Все, ты понимаешь, поле чудес. Сейчас ты говоришь... А сейчас ты говоришь Ивлеева, и ты такой, ЛДЖИЙ. Ну, очень странное, ну, то есть, восприятие человека. Ну, да, ты сейчас говоришь Ивлеева, кто такой, вау, Ивлеева, а кто-то другой такой, типа, Ивлеева. Ты говоришь Каргинов, никто не говорит, ну, условно. Я как бы, я отношусь к этому всему, к возможности выступать по телеку, как и Нурлан, как возможности какого-то самовыражения, больше ничего. Ну, то есть, я придумал что-то, я вышел, выступил, и все. Меня никто не использует в рейтинговых целях. Понимаешь? Типа, покажем-ка мы Каргинова, поднимем, блядь, рейтинги. Понимаешь? Да, наша знаменитость, наша, ну, наша слава, вот, ее могут использовать в качестве рейтинга, вот, типа, там, крошка-картошка. Ну, понимаешь, вот такие вещи, типа, Додо-пицца, вот, типа, ты с пиццей будешь стоять, и, типа, ну, Луи Виттон вряд ли будет. Это ты вот про себя говори, меня даже в этом не используют, братан. Не то, чтобы я об этом думаю, но это как бы, вот, ну, факт, потому что, вот, они все время мне с ТНТ присылают, конечно, я им за это благодарен, мне все время присылают какие-то анонсы, выложив в Инстаграм, я все время говорю, блядь, да никто не посмотрит это, ну, вы слишком сильно... Большие надежды. Большие надежды о влиянии моего Инстаграма на телеаудиторию, ну, потому что сейчас знаменитые люди четко разделены, есть знаменитые люди в сети, есть знаменитые люди в телевидении. Очень мало, действительно, идти на вот этих людей, которые и там, и там, и там, и там, ну, вот кто? Ну, наверное, абсолютная звезда в России, это Иван Ургант. Ты говоришь, Ургант, у тебя сразу ассоциации. Ну, ты говоришь, баста, у тебя сразу ассоциации. То есть, я к чему говорю, ну, нечего нас менять, ну, как бы... Ну, я хочу верить в то, что я, допустим, не изменился. Может быть, это, наверное, вопрос там... А ты вообще, когда ехал, ты ехал за Славой, вот ты зачем? конечно, конечно. Ты прям за ней ехал. Тщеславе, безусловно, безусловно. Ты почему, почему ты думаешь, я в костюме выступаю? Почему? Потому что я хочу выглядеть, ну, вот если бы я вот так в футболке бы выступал, кто бы меня запомнил? Понимаешь, ну, я в перьях хотел изначально. Я имею в виду... слушай, я хотел запомниться. Ну, это дело каждого комика и каждого человека, который выходит на сцену. Поет он там, я не знаю, чечеточник, он, ну, хочет славы, сто процентов. Просто это прикольно, потому что, ну, как бы, я когда первый раз тебя увидел по телеку, я тебя запомнил благодаря костюму и надменности, да? Думаю. Продолжай, продолжай, Андрей. Думаю, какой надменный казах. Спасибо большое. Но такой красивый. Спасибо большое. Знаешь, я чему удивляюсь? Вот когда ты начинаешь всем вот говорить, типа, красивые девушки сюда не пришли и, типа, с твоих уст это так круто звучит. Если я это, блядь, скажу, ну, типа, все такие, че он гонит вообще? Смотри. Ты сам себя видел, дебил, блядь? Ты про че нам говоришь? Красивые девушки, от чего они должны прийти к тебе? Я объясню. У тебя, конечно, есть вот эта вот фишка, что ты такой стоишь, всех унижаешь и всем приятно. Типа, о, он меня унизил, о, Нурлан Сабуров, о, ну, понимаешь, вот это я. Андрей, кого-нибудь унизить, ну, ты, блядь, унизь кого-нибудь, Андрей, блядь. Ты увидишь, братан, что будет происходить. Ну, то есть, тут как бы, тут как бы это нормально, важно. Как ты выглядишь, очень важно. Не было мне особенно приятно, как бы, на все это смотреть. А мне приятно было на фоне меня слышать в твою сторону. Мы просто с тобой на одной вот такой волне. Мы аутсайдеры перед ним, понимаешь? Все, чем мы можем брать относительно его, это... Просто, чувак, ты просто последние 20 минут нас просто дико принижаешь. Нас кого? Меня и тебя? Нас с тобой. Сначала себя. Знаешь, такой, типа, сам, блядь, Андрей, иди сюда, блядь. Ты вот здесь. Да, да. Ты со мной. Ты со мной, блядь. Я имею в виду еды скинуть. Типа, блядь, ты сделаешь, что хочешь, на сына нас, господи, я к вам присоединяться не буду. объективность недооцененная добродетель, братан, понимаешь? Господи, я запишу это, можно, пожалуйста? блядь. Это очень важно. Это должно быть на ютубе под вашим роликом называться. Блядь, объективность недооцененная добродетель. Сука. Тимур, хватит общаться с тёлками Тимура. Со стендапа у парня, была у Гурама, что-то он знакомится с девушками и когда у них всё идёт к этому, они ему говорят, ой, тебя показывают по телевизору, тебя, наверное, таких, как я, очень много, но я тебе не дам, чтобы, типа, остаться особенной. И, типа, и все не дают? Вот это вот примерно вот такая же тема. Вот что сейчас вот идёт про... Потому что некоторые люди до сих пор воспринимают то, что вот ты имеешь какие-то там телеэфиры, это, блядь, и ух... А сейчас это, ну, любой может... И так ты хотел выступать вперед. Илья Азолин, который сейчас вот разогревал... И разогрел? Он сегодня, он подал заявку на поле чудес сегодня. Я мечтаю это увидеть. Илья Азолина в поле чудес. Давай, говори. Я не знаю, что сказать после Илья Азолина в поле чудес. Так вот, ты хотел выступать в перьях. Расскажи, насколько сложно было. Это очень странно, слушай, ехать за Славой. Она же такая эфемерная. Вот вы сейчас вдвоём мне рассказывали 20 минут или больше о том, что Слава, ну, такая вещь, сейчас все знамениты. Что, из дома-то сложно было известно? Нет, это сейчас, это на данный момент такая ситуация, что действительно популярных людей реально очень много. Когда ты условно в детстве смотрел на, я не знаю, на каких-то звёзд и им там аплодировали и так далее и любили их, ты, ну, видел и хотел, ну, было бы прикольно вот так же. Ну, то есть, понимаешь о чём? Так же, допустим, спортсменам. Зачем хотят быть великим спортсменом? Я не знаю, кстати. Чтобы хорошо играть и чтобы там награды и так далее, и так далее. Вот для этого и, ну, конкретно я, я хотел Славы. Это чистое права. Я не буду говорить, я хотел донести до людей, чтобы они ошибаются. Нет, я просто хотел, ну, всё, что я умел шутить, я не умел, ну, я не умею петь, я там не умею ничего в целом. Нету, реально нету той деятельности, где я профессионал. Даже в юморе. Ну, я, это, пытался шутить, получалось шутить, я подумал, ну, вот, благодаря этому я и постараюсь что-то сделать. Ну, то есть, ты такой выбрал свою... Не надо хлопать, не надо, не надо сейчас. Вот она. Я хочу рассказать успехов. Я так... Нет, я хочу рассказать две пидорастические истории. Спасибо, что ты после меня... Да, которые характеризуют. Первое, это меня очень часто путают, меня первое, меня очень часто путают с одним блогером, да, ну, вы понимаете, про кого я. Азамираном, если что, он просто почему-то, типа... Да, и мне, типа, говорят, давай сфоткаемся, и я такой, давай, он говорит, типа, у тебя классный блог, там, и вы думаете, я должен сказать, это не я, да, но я делаю, давай, давай, и я думаю, блядь, как я хочу увидеть его разочарование, когда он потом на фотке понимает, что это не тот, с кем он сфотографировался. Ебанат. Это была первая история, там еще одна обещанная. а вторая, ее как-то сказал Луис Си Кей, Луис Си Кей, вы знаете комика Луис Си Кея, да, Луис Си Кей комик, и когда он, я читал в каком-то интервью его, он говорил, когда он развелся, и, типа, его развод был очень тяжелый, и что он делал в периоды какого-то там депрессии, он специально шел в центр Манхэттена, не шифруясь никак, чтобы его узнавали люди, и ему, типа, от этого становилось, ну, круче. Ну, то есть, он думал, что он вот значимый и так далее. Я тоже так пробую делать, но так не получается. В центре Манхэттена тебя не узнает. Да, деду в целом, да. Ну, я не знаю, значит, первая история педерастическая точно, а вот вторая прям... Ну, она в целом как история, тут нету... Да, ты прав. Итак, давайте... Тут мне на днях Тимур на самом деле классную историю рассказал. Я не знаю, как вы, да, я вот не знал, что есть такая штука. Вот я когда узнал, прям реально, вот кто не знает, ваш мир сейчас изменится, потому что мой изменился. Просто меня сложно удивить или там как-то привести в такое необычное состояние, какое-то... Ну, в общем, я охуел, прям реально. Есть, короче, детский КВН. Вы знали, типа, да? То есть, блядь, я один не знал, да? Давайте вот сейчас. Детский КВН. Во, во. Правда, пиздец вообще? Типа, типа, детский КВН, ну, как это? Вот что там происходит? Это же дети. Дети, они не умеют шутить. У них все шутки такие, знаешь, ну, там, про какашки там, что-то какая-то такая. Дети, они же вообще, ну, как не очень умные. Это естественно. Что у взрослых юмор, да? Не про какашки. Нет, у детей про какашки, у взрослых про члены. Просто чуть-чуть меняется сторона. Да. Нет, детский КВН согласен, это полная чушь, это бред. Это просто пиздец. Вообще, в целом, эксплуатация детей во всех этих передачах, ну, смотрится странно, когда, вот, дети милые. У тебя шутка была, да? Про, где Ургант брал у детей интервью, и там весь смысл, что дети тупо отвечают. И вот на этом последнее. Мне нравилась шутка, но она никого не посмешила, что они ему... Как обычно. Да. Мои все шутки такие, что они ему дышат в ботиночке, потому что Ургант любит, что в ботиночках детское дыхание. Не, ну, что вы, это сюр, ребята, ну, как бы, ну, это ни о чем не говорит, ну, просто это говорит о комфорте человека нового. Он сам себе выбирает комфорт, но это об этом шутка. А кто ведет? Вот ты говорил. Для меня самое смешное, что детский КВН ведет Таисия Маслякова. Ну, я просто, мы сейчас будем хейтить детский КВН, братан, ну, это странно. Да, нет. Ну, я не буду этого делать. Ты понимаешь, в чем? Вот у меня ребенку, ребенка скоро отдавать в школу. И вот я, например, выяснил, что ты, когда отдаешь ребенка в школу сейчас, он должен уметь читать, да, и считать. И как бы мой вопрос, ну, такой резонный, да, а хули вы его там учить-то будете? Потому что в моем представлении, ну, типа, мой первый класс, мне приносят книжку, я ее открываю, а там буква А. Арбуз. Там это урок был только что чтение, блядь. Дальше урок математики. Возьми палочку, положи две палочки рядом. Сколько получилось? Три палочки. Все, теперь в школах учат играть в разминку в КВН. Блядь, чувак, реально. И ты понимаешь, то есть выясняется, что я отдаю ребенка, да, который должен уметь там читать, писать, непонятно, чем его учат. Вот, выясняется, что есть детский КВН, и вообще такое есть впечатление, что так ты как бы к детям начинают относиться, что вот, ну, ну, еще чуть-чуть, и требования будут примерно такие. Ты родился и на завод. Ну, то есть, потому что, как бы, блядь, пизда-то быть ребенком, и ты вспоминаешь, что пизда-то быть ребенком, потому что ты можешь страдать хуйней. Ты можешь встать и играть в машинки. Ты можешь взять машинки и выстроить из них пробку, игрушечную. А потом можешь их, эту пробку разрулить, потому что пришел милиционер. Это еще умный ребенок, я тебе скажу. Это, точнее, это, слышишь, богатый ребенок, потому что 10 машин у него, там как бы так-то одна, там пробку особенно не сделаешь. Вот. И ты когда вспоминаешь детство, ты думаешь о том, что пизда-то, пизда-то было быть ребенком, потому что ты мог ничего не делать, и было быть хорошо им. А тут выясняется, что ты, короче, должен в 7 лет уже уметь читать, писать, и там, в общем-то, где детство. А потом еще детский КВН, детский Пусть Говорят, детский Голос, что дальше-то. Понимаешь? И в этом смысле, мне кажется, что проблема заключается в том, что взрослым, взрослым не нравится, что дети тупые. Ну, как бы, дети глупее взрослых во многих вопросах. Они просто, может быть, по каким-то вещам даже и умнее, но они просто не умеют так складно разговаривать, да? Иногда слова там неправильно говорят и все такое. И это жутко бесит. И поэтому хочется, чтобы ты такой, тебе кажется, что стыдно быть тупым. Если у тебя тупой ребенок, ты прям стыд. То есть нельзя это показывать, понимаешь? Поэтому родители сейчас на миллион кружков отдают и так далее. Ну, я такой же, на самом деле. Я тоже. Просто поделились... Чувак, это было бы, ну, типа, это не было бы смешно, если бы это не было вот твоей истории. То есть это вопрос про то, что я рассказываю историю, которая вот происходит. Да, у меня ребенок ходит на кружки. Могу я для себя объяснить, почему туда ходит? Хуй знает. Я объясню, почему. Вот, допустим, у меня, я у своей дочки недавно вот исполнил, исполнилась 5, и она уже начинает, мы ее отдаем на занятия, чтение и писание. Да? Да. И с одной стороны, я понимаю, что я отнимаю детство, но с другой стороны, я смотрю на остальных детей, которые доказывают, теорему, блядь, фирма, я не знаю, ну, которые, просто я смотрю на них, я думаю, вы откуда? Козюльками прям, да. Вы откуда вообще? И смотрю на свою, которая, ну, машинками, ну. А правда, свои дети, кажется, вообще по сравнению с... Тупее намного в разы. Ты просто думаешь, просто ты думаешь, блядь, хорош, от стены отойди, блядь, слышишь? Я просто был на открытом уроке, был на такой же хуйне, и там всех детей опрашивают и доходят до моего сына и говорят, как зовут папу? И он такой, так... Я такой, типа, Андрей! Андрей! Ему в ухо. Нет, вот он вот там вот сидит, и я ему, типа, подсказываю, не, нихуя, не, как папу, да хуй знает. Папа, блядь. Не, моя поумнее будет. Не, ну, сейчас такая тенденция, действительно, что чем раньше у тебя ребенок владеет какими-то, блядь, искусственными, не знаю, там, плавает, играет на скрипке, тем ты, ну, себя чувствуешь значимее. Ну, то есть это не для ребенка, по-моему, это не для ребенка, естественно, хрена, что... Не, мне кажется, что вот у меня детей нету, как вы поняли, да, я отсутствовал все это время. Я три часа отсутствовал беседе. Я вам не скажу, что я несчастлив, да, если что, я счастлив, но если вы вдруг думаете, я несчастлив, я, блядь, счастлив вообще. Ты еще, блядь, пятьдесят раз скажешь, что ты счастлив, так оно, блядь, охуенно убедительно будет просто. у моих друзей, вот, то же самое, они тоже мои друзья, я смотрю, они забивают расписание ребенка, блядь, в девять, тэквондо, потом английский, потом это, ну, вот это все в пять, ну, и к десяти ты, блядь, старика получаешь просто, которого измотало все просто. Потом у него депрессия начинается, ну, я серьезно говорю, потому что я знал такого ребенка, я знал такого ребенка, которому распределили всю его жизнь на отрезки семи лет. Всю его жизнь. Всю его жизнь. И она ходила, это было английские рисования, танцы, блядь, пианино, гимнастика, еще что-то, еще что-то. У него не было свободного времени никакого. И вот сейчас этому ребенку около семнадцати, и, блядь, у него депрессия, ну, как бы, но она себя плохо чувствует. Ну, вот реально, как будто она прожила жизнь уже всю. Не, я серьезно говорю, потому что, когда я его последний раз, этого ребенка встретил, вы поняли, да, что это девочка, потому что я все время говорю ее, да, и я ужаснулся, потому что ей вообще ничего не интересно. Она настолько сильно насытилась всем, настолько сильно всем. Это не насытилась, это заебалость. Ну, вот условно говоря, да. Она настолько сильно и рисование, и английский, и какие-то компьютерные курсы, и так далее, что ей не интересно ничего, кроме того, как просто втыкать в компьютер, и так далее. Пример. Я вспоминаю свое детство. Что было в моем детстве? Я ходил на секцию, на улицу, в школу. Все. А до школы я ходил в огород, блядь, все. Ты на одно место больше ходил, чем я, потому что я, блядь, на секцию не ходил. Ну, вот, да. То есть, и ты всегда в поисках чего-то. То есть, мне кажется, ребенок должен все-таки сам что-то искать. Я, опять-таки, не отец. Возможно, когда я буду отец, я его отдам куда-нибудь сразу. На 24 на 7, просто не спа. Просто просыпайся, блядь, пойдем. Да-да, подсадить его на амфиритамины, чтобы он вообще не спал. Кстати, многие... Размелькивался феном, блядь, а сейчас на английский. Давай. Давай-давай, учи. Не так идея-то вообще неплохая. Да. И мне кажется, что все-таки ребенку надо, ну, типа не так его сильно загружать. Потому что, я серьезно говорю, вы через какое-то время получите старого человека, который еще даже не пошел в институт. Вот реально. Это все переоцененные, мне кажется, вещи, что у ребенка мозг как губка. Но он же не только впитывает знания, он впитывает негативные эмоции. Не, эмоции, да, в первую очередь. Да, в первую очередь. Он много всего, он впитывает все. То есть, это губка, которая не только впитывает английский, это не только такая губка. Да и будем честны, это английский довольно хуево впитывает. Да, я ни разу не видел пятилетнего, который в Лондоне рассказывал, блядь, премьер-министру, блядь, что-то, блядь. Что-то как-то не складывается. В основном они, знаешь, в передаче, вот с этим, с Галкиным передача, по-первых, где... Вот эту передачу. Вот она как раз апогеи вот этой хуйни. То есть, ты такой думаешь, у меня тупые дети. Тут приходит ребенок, который в пять лет вот типа с премьер-министром или... Я уверен, потом эти дети где-то ну просто лечатся, вот которые... Сто процентов на этой передаче. Это вот туда же пришел этот, кто там был? Чемпион мира по шахматам там был? И с ним ребенок играл. И типа у них ничья. Я такой... То есть, чемпион мира по шахматам. Не мог обыграть ребенка? Ну типа... Просто вот так сказать, дракон, блядь, и коня переставит. Да. Все, реально. Да. Я только про это говорю. А вообще, в целом, ты говоришь детский КВН, а ты обратил внимание на то, что сейчас российским детям хотят с самого начала вложить в голову правильную позицию страны. Вообще, правильные мысли. Потому что детский КВН, потому что... Что сейчас КВН? КВН, ну, это сейчас то, что сопровождает, как бы, творческий... Бля, не стесняйся, инструмент пропаганды, понимаешь? Ну я это не так называю. Нет, я не называю это инструмент пропаганды, потому что многие люди там самовыражаются. КВН, любое творчество, это самовыражение. Чем был КВН раньше? КВН это было там самовыражение команды КВН. Ты смотрел на команду КВН и понимал, как эти люди шутят из этого города, как они шутят, какие они книги читают, какие они фильмы смотрят, какие они музыку слушают, как они одеваются и так далее. Это был способ самовыражения современных на тот момент людей. Сейчас это просто сопутствующий контент, который сопровождает, условно говоря, власть. Потому что там не все занимаются пропагандой, там не все шутят в этом Светлогорске про ракеты и так далее, и так далее. Есть команды, которые шутят просто на своей волне. Они там есть. Но дело в том, что все равно главная задача сопровождения этого всего. И поэтому появился детский КВН, чтобы воспитывать правильных детей. Ну, понимаешь, да? Да, конечно. Очень странная сразу цель изначально. Ну, как будто бы так и есть. Ну, это мне так кажется. Потому что все сейчас детское творчество, все сейчас детское творчество, как будто бы вот такое, знаешь, вот. Потому что, вот мы сейчас начнем перечислять вот отмены концертов рэперов. Мы в прошлом подкасте говорили. Мы в прошлом... А можете погромче вот так вот лед вот так по всей кружке вот так вот херачить, а потом взять ложку и сахар тоже перемешать. Если у вас есть электрогитара, тоже, блядь, достаньте ее, подключите и поиграйте что-нибудь. Маракасы есть? Потому что мы забываем одну вещь. Вот как мы в прошлом подкасте говорили, мне кажется, так проскочило. Все вот эти отмены концертов рэперов, да, мы реально видим, что условного хаски, вот как Олеся сказала, арестовывает милиционер. Это как будто бы инициатива милиционера все это сделает. Но это не инициатива милиционера, это инициатива родителей, которые пишут эти заявления о том, что вот это плохо ходить на ЛДЖ, это плохо ходить на хаски, это плохо там слушать, там, неважно, там, другого. Да, этот момент реально все пропускают, потому что взрослые хотят детям вложить свои, как бы, мысли. Понимаешь, им, ну, как бы, не дают. Все-таки, мне кажется, ребенку надо немножко давать пространство. Ты понимаешь, здесь разговор даже не только, что хотят вложить, здесь разговор о том, что когда кто-то что-то придумывает, он не думает часто о детях. Вот, понимаешь? Вот был такой Шаинский. Вот он вот всегда выглядел очень смешно. Какой-то вот дядька такой, да, уже старенький, что-то постоянно прыгает, весь такой на спидах. Вот такой просто вообще. И он писал какие-то песни, и это удивительная вещь, что ты понимаешь, что сейчас там, например, 2018 год, мои дети слушают про Антошку и говорят, бля, охуенная песня. Но они этого не говорят, они просто ее начинают повторять. Вот. Они слушают остальное, что у них есть, потому что сейчас, блядь, YouTube, вы же понимаете, сейчас ребенок может огромное количество контента получить. Ничего не интересно. Вот. И это работает, потому что это было написано для них, понимаешь? И вот, например, ну, типа взрослые, они всегда обсирали детям жизнь, чтобы ты понимал. У меня есть вот история, я недавно совсем узнал, не знаю, вот вы знаете, значит, есть такой фильм Мэри Поппинс «До свидания». Да? Вот. И там много хороших детских песен. Вот. И там есть одна песня «Тридцать три коровы». Вот. «Тридцать три коровы». И чувак, ну, там, если смотреть фильм, можно найти на YouTube, там чувак играет на гитаре, он похож на Джона Леннона, и действует, ну, и там, там как клип, камера за ним идет, он выходит из комнаты, но перед тем, как выйти из комнаты, он играет на гитаре, значит, он сидит на стуле, а слева от него огромный постер. Огромный красный постер. И я, сколько видел этот фильм, ни разу не задумывался, что это за постер, да? Ну, потом, типа, люди написали, я полез проверять, и действительно, это постер какого-то, блядь, французского нуар-фильма, сюжет которого заключается в следующем. Брат и сестра-близнецы живут вместе. Вот. Сестра в какой-то момент принимает ванну из молока. Брат ее убивает, вот, выпивает, забирает молоко, берет труп сестры, складывает его в футляр из-под контрабаса и катается по Франции, попивая молочко. Ну, из-под тела, вот, в котором тело лежало. Он попивает это молочко, постепенно превращаясь в свою сестру. Тридцать три коровы. Да. И тут это песня. Та самая строчка, где молоко полезно для поэтов, блядь, понимаешь? Ты сейчас реально говоришь? Да. Ты понимаешь, какой-то пидор. Вот реально, такой мудак. Вот каким надо было быть мудаком, чтобы найти этот постер, повесить его, и ты такой, сука, вот все вот смотрят это, да? А ты такой, блядь, как я все. Блядь, никто не понимает, да, там, блядь, про трупы. Дети тупые, блядь, да? Вот ты прикинь, человек вот просто обосрал. Слушай. Просто вот кино после этого, ну, сука, блядь, тридцать и коровы. А мне недавно рассказали историю, что моя знакомая идет, к ней подходит тип, у него, ну, на голое тело куртка одета. Ты понимаешь, да, когда у тебя на голое тело одета куртка, ну, ты живешь определенным образом, да? Вы понимаете, да, это? Что ты живешь, ну, определенным образом. Это fashion state. И он такой говорит, типа этой, ну, мои знакомые говорят, привет, она говорит, привет, он говорит, а я вот этот мальчик из Мэри Поппинс, мне сегодня 40 лет. И все. Вот такая тема. Это одна из самых, блядь, депрессивнейших вещей, которые я вообще слышал в своей жизни. Да, да, да. То есть, по-твоему, твоя история про молоко, это как бы веселуха. Попивает молочко. Грустно. Мне кажется, ты единственный, кто выяснил насчет этого плаката, нет? Да. Может быть. Но ты же понимаешь, что это вот история про то, что вот, ну, кто-то не мог просто оставить детский фильм детским фильмом. Да, да. Надо было туда залезть и выебнуться. Выебнуться, чтобы потом, спустя 30 лет, какие-то долбоебы в интернете, я в их числе, выяснили, откуда этот постер. Ты предводитель, мне кажется. Нахуя? Да, зачем было портить детское кино? Слушай, ну дети от этого не пострадали. Да пиздец, блядь, я пострадал от этого. Ты понимаешь, я теперь слышу 33 коровы, я прям... с контрабасом, да? То есть я не видел кино, оно у меня в голове сложилось, чтобы ты понимал. Ты сейчас кофе без молока пьешь, наверное, да? Стараюсь, да. Знаешь, каких людей нету, которые занимаются детским творчеством? Вот ты говоришь, Шаинский, да? А это же как будто бы взрослый ребенок и есть. Он как будто был взрослый ребенок. Я вообще считаю, что любой, как бы, творческий человек, он должен быть всегда подростком. Вот я себя ощущаю подростком. Ну, я реально... Вот мне 34, я подросток, чистый подросток. У меня дома, если вы будете у меня дома, это подростковая квартира. Что нет сейчас таких людей, которые вот, знаешь, по-хорошему, в хорошем смысле такие пиздюки, и вот они занимаются вот этим. Вот даже тем же детским КВНом. Я представляю, с каким серьезным выражением лица этот детский КВН создается. Я прям вот там вот сидят, я думаю, там вымучивают все. А тот же Шаинский, я думаю, он просто вот как-то говоришь, он такой оп. Ну, понимаешь, это все... Было ощущение именно такое, что он пришел, такой, блядь, сейчас вам будет песня, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и все такие дети, заебись, заебись. Ну, да-да-да, сколько вот этих бенгеров было, да, типа Антошка, Картошка, ну, вот это вот все, голубой вагон. Чунга-чанга, блядь, чунга-чанга. Про негров, песня. Да. Хотя это мой самый нелюбимый момент комедии, это комедия ностальгического воспоминания, но все равно, все равно, как будто бы сейчас эти люди, которые занимаются детским творчеством, они по-хорошему не веселятся, потому что, я еще раз говорю, как будто у меня полное ощущение, что современным российским детям что-то вкладывают, хотят, по крайней мере, вкладывать какие-то правильные ценности, правильную мораль, правильную... А где же вот детское веселье беззаботное? Вот это же самое главное. Вот реально, блядь, чунга-чанга. Вот что это? Чунга... Ну, понимаешь? Да, это бессмысленная это вот для меня это какой-то приход, блядь, понимаешь? От MDMA, чунга-чанга, ну вот, что-то типа этого. от... Не, вот я сейчас вспоминаю, что там условно слушает, смотрела раньше, по крайней мере, дочка, синий трактор, есть серия мультик, да, да, есть. Где там есть плейлист, у меня в iTunes скачано, мы едем машине... О, неплохо. Вот, то есть там, ну а там не бенгеры, там такие лайт, там типа если вот сравнивать, если чунга-чанга это Битлз, то там, ну, Валерия, ну вот там среднего качества там композиции. Вот, но хитов нет. Опять же, почему? Потому что, ну, перенасыщение в целом контента, ну, раньше из детского творчества, ну, вот были только чунга-чанга, ну, и запомнилось это. Сейчас пишут так же песни, просто они не выстреливают. Чувак, я тоже так думаю. Не, ну, огромное количество. Не, ну подожди, ну вот, вот, пожалуйста, есть дети, они слушают много разного, и дальше у них есть возможность выбрать, ты говоришь, понимаешь? Вот еще, смотри, вот смотри, смотри, мы говорим, что мы сейчас воспитываются правильные дети там и так далее, но раньше было разделено четко, вот это детское, вот это взрослое. Сейчас дети, им все доступно, поэтому им интересно слушать взрослое, потому что им это родителям не разрешают, поэтому они слушают там условно кого, монеточку, блядь, кого там, ну, монеточка не пишет для детей, верно? Но им это нравится как музыка, им нравится, что это еще и взрослые, они хотят почувствовать себя взрослыми. Ну, если мы говорим подростков, да, не пятилетних. Не, ну вот я, допустим, когда был, мне было 7 лет, дай послушать там вот реально Антошка и я вот эту песню года не вывозил это, блядь, смотреть. Ну, то есть, ну, взрослые, ну, я не хотел слушать взрослые, зачем мне взрослые, там непонятные слова. Ну, это мое ощущение, опять-таки. Условно, когда вышла Медуза, Матранга, все дети, блядь, во всех дворах, просто, ну, я реально слушал, они на телефонах своих включали, дома там, все дети под нее скакали, как под Гангом Стайл. Ты же понимаешь, что просто Медуза, она вот как раз больше всего похожа на Чунга-Чангу. Ну, да, да. Там Медуза, 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 Исполнитель, да. Но я имею в виду, что, ну, дети сейчас больше слушают именно взрослый контент, можно так сказать, я не знаю, потому что... Ну, вот смотрите, то, что вот недавно сказали, там много где обсуждали, что в мультфильме Маша и Медведи... Пропаганда, пропаганда Путина, пропаганда Путина, что таким образом... что Маша, это Путин. Не, реально так. Бля, нихуя. А как? А Медведь, это народ? Нет, Медведь Путин. Маша, это Путин. Маша Путин? Маша, это Путин. Медведь, это Медведь, это... Нет, а Медведь, а Медведь, это Россия. Бля, так все, что угодно можно сказать, в целом, Бля, я тебе говорю... секи тоже блять но это так я специально посмотрел под конечно есть палатки сразу искал контекст если бы просто посмотрел силу машин медведя вряд ли бы ты сказал но все очевидно путин и россия очевидно аллюзия к северному потоку вот здесь мама ша кидает в медведя нашей это блять про северный поток маша и медведи какой бы какой бы она не была истеричка в целом нормальный мультик ты знаешь кстати что его очень любят в пакистане его по всему миру нет он прям очень популярен в мусульманских странах потому что маша правильно одета у нее все закрыто и она постоянно это блять не смешно а почему правильно одета почему правильно одета маша потому что он знает как правильно одеваться всегда потому что он знает все доказали блять хоть и хотели опровергнуть а получилось что доказали и так все значит маша путин для это так трактуют это как бы не я понимаю там запрещено обсудили и получилось что это так и есть но факт факт кстати почему ты не шутишь про политику дай поговорим об этом почему мы не шутим про политику давай хорошо очень интересно серьезно почему не шутим про политику вы хотите шуток про политику зачем не вот реально зачем вам шутки как какую вы хотите услышать шутку о политике чтобы она вас удовлетворила вот просто вопрос по типу какой вот вот какая хорошая шутка о политике вот скажи пример хорошей шутки о политике ты блять меня спрашиваешь единственного человека из трех который вообще блять не умеет шутить нет ну ты слышал какую-то шутку у тебя есть референс шутки хорошей на политику хороший референс нет у меня нет хорошего референса если бы у меня был хороший референс, я бы тебе и сказал, Тимур, вот есть хорошая шутка про политику, она такая-то. Не, ну вот это основная там претензия. Нет, чувак, ну это потому, что ты сейчас, вот ты задаешь с одной стороны очень правильный вопрос. Нет такого референса. В России не принято шутить про политику. Не, ну вот какая она, вот какая она должна быть, блядь, вот эта шутка про политику? Вот о чем? Вот о чем мы должны сказать таком, чтобы весь зал такой, ба-а-а, типа, о, круто, наконец-то. Понимаешь? Весь юмор, вся сатира в России, вся сатира, это обратная сторона пропаганды. Пропаганда, блядь, абсолютно тупая, и, блядь, юмор про политику абсолютно тупой. Вот абсолютно тупой. Вот весь юмор про политику, который я видел, это, блядь, абсолютно тупой юмор. И вот он абсолютно равнозначен вот, блядь, пропаганде. Вот абсолютно. Другое дело, говорить об этом, окей, да, наверное, это нужно, наверное, это там, но Но одно дело просто упоминать в своих шутках Песков, Путин и так далее, это, блядь, не значит, что ты шутишь о политике. Шутка – это качественная подъебка, когда ты не понимаешь, когда оппонент не понимает, а оппонент в данном случае только подкалываешь, когда он не понимает, что ты сейчас пошутил или нет и так далее. Но ты же понимаешь, что со стороны, когда ты говоришь, вот я не хочу шутить про политику, это выглядит как слабая позиция, я бы даже сказал трусливая. Я не умею шутить про политику, мне надо учиться. Хороший вопрос. Не, ну мне надо учиться, просто покажите мне, какая это, ну вот, ну я не вижу этого, ну какая она вот, шутка про политику. Шутка – это же то, что вот весь зал раз и взорвется, да, вот сейчас, ну как бы засмеется. Вот какая она эта шутка, ну что это, вот все приводят пример там. Я придумаю, попозже обратитесь. Не, это было бы круто, конечно, в теории, потому что шутки про политику – это теория, а вот на практике это все получается грубо. Ну, это грубо получается просто. Ну, вот ты шутишь, это грубо, блядь, просто грубишь просто. Ты ничем не отличаешься от того, что там ватника какого-нибудь, знаешь, про которого. Ну, то есть, тут одна тема, ты либо угождаешь либеральной общественности, либо ты угождаешь там вот лояльной к власти общественности. Вот две стадии. А вот я, блядь, не хочу ни тем, ни до вот, и до них как бы все равно, и до них все равно. Давай, я тебе тогда так сформулирую вопрос. Ну, когда как бы на сцену выходит человек, похожий на Путина, да, и все содержание юмористического скетча заключается в том, что он похож на Путина. Да. Да, это как бы, блядь, содержание юмора, да. Да. И вот, блядь, пять минут человек, похожий на Путина, говорит какие-то странные вещи, и все смеются, потому что он похож на Путина. Это типа плохо, да? Для меня? Да. Да не, мне вообще все равно. Я, ну, не люблю эту тему. Смотри, я... Смотри, если бы вы шутите, похожий про Путина, и начинал бы шутить не так, как он, там, мы все привыкли, как шутит, а обратно. Как хочет, вот, как вот эхо Москвы хочет, вот так. Я называю это вот так, знаешь, как Медуза хочет, блядь, вот. Давай, как хочет Медуза. Ну, вот, чтобы он говорил там, я долго у власти, понимаешь, там, вот что ему такое. Я, там, арестовываю политических заключенных, я принимаю законами, и вот какие-то шутки, я их не могу придумать, я не знаю. Ну, пока, да, нет. Бывает у вас такое, что вышли к вам люди на митинг. А вы их арестовали. А вы их арестовали, а? Ну, вот, наверное, такое, но это же, блядь, не смешно нихуя. Ну, как бы, в чем здесь шутка? И сразу почему-то там, у тебя, ты трус. Да нет, блядь, я не трус, я просто не хочу нахуй вам угождать. Ни вам, ни им, вот и все. Потому что я не хочу шутить, какая, условно говоря, у нас власть хорошая. И не хочу шутить, какая она плохая, блядь, я хочу своей жизнью заниматься. Понимаешь, вот, да нет, это не надо хлопать этому вообще, ну, это плохо. Просто хочешь похлопать человеку, он раз в шесть уже пытался. Да нет, ну просто... Че, не попадет никогда. Давай, следующий, следующий поддержишь меня? Пошел нахер. Ладно. Ну, как бы, это все... Опять-таки, вот я недавно услышал фразу. Я не знаю. Получилось у человека просто. Оу, сколько на меня дерьма вылиться в комментариях, блядь, я представляю. Ну, это как бы вот так. В России все сводится к этому. Ты либо шутишь вот для них, либо шутишь для них. Вот к чему сводится. Ну, Нурлан, разве не так? Смотри, я хотел бы ответить немного по-другому, что шутки о политике в целом для меня, ну, вообще странно звучат. Ну, то есть, я имею в виду шутить о каких-то там социальных проблемах, условно там, не знаю, бедность или там насилие и так далее. А это, блядь, нет, это не шутки про политику. Это вот, да, понимаешь? Понимаешь? То есть, все думают, что шутки о политике это вот Лавров, блядь, Путин, ну, то есть, и так далее. Конечно, можно, я не знаю, шутить о политической какой-то программе или там законах, да? А закон, ну, закон, если ты шутишь о законе, это не шутки про политику, это шутки, ну, о законе, это о проблеме, то есть, условно, о пенсионном возрасте. Ты шутишь о пенсионном возрасте, то, что повышает пенсионный возраст. То есть, ты шутишь про депутатов, конкретных депутатов. То есть, шутки про политику, для меня они вообще в целом как-то не существуют. Можно пошутить. Ну да, все хотят про Путина, все хотят. Да, все вот этого хотят. Все хотят, блядь, блядь, Путин, блядь, говно. Вот у меня была шутка. Она вот сейчас может не... Это звучало патентное. Вот смотри, что шутка такая, что я видел новость, что скоро пенсии в Крыму достигнут уровня российских пенсий. Я думаю, а с каких это пор российская пенсия стала эталоном благополучия? Кто-нибудь из вас в зале сейчас сидит и думает, эх, блядь, скорее бы пенсия за Куролесю, блядь, заживу, блядь, начну покупать воду и хлеб, крупы, лук, блядь. Будет бесплатный проездной, блядь, наезжусь, блядь. Пари, вот это было на ТНТ. Это шутка про политику? Да, это шутка про политику. Нет, это, блядь, не шутка про. Но никто мне не скажет, что это шутка про политику. Тебе скажут, а че вы такие, типа... Слабые. Слабые. Хорошо. Шутка ли про политику, что я ненавижу политический ток-шоу? Что вот выходит Соловьев в костюме, папа, который работает официантом в суши-баре. Это вот было на ТНТ. Смотрите. Это, блядь, было на ТНТ. Стоп. Это было на ТНТ. Ну, ты давай, давай. И вот он говорит. У него начинают. Калифорнию... Нет, у него... Зажареную заказывали? Да. Смотри, и вот он говорит, что вот представляет украинских экспертов, все, и начинается как бы все. И вот все, что бы ни сказали украинские эксперты, Соловьевна все говорит. Понятно, блядь. Че мы еще могли от вас услышать? Давайте вот услышим адекватное мнение, адекватное. Владимир Вольфович, вот. Что вы говорите? Развязать атомную войну? Да, да, давай. Это шутка про политику? Да, это шутка про политику. Она вот у меня была, это было на ТНТ. Но, видишь, ты можешь пошутить по политику, когда заходишь? Нет, братан, просто вы любите другое. Во-первых, блядь, не надо тыкать вы, блядь, ты заебал. Блядь такой, вы, значит, так, кто тут у нас будет либеральным журналистом, блядь? Ты, ты будешь либеральным журналистом. Сейчас я, блядь, тебе в твоем лице расскажу, почему ты не прав в тех вопросах, которые ты даже не говорил. Готовься, блядь. Нет, потому что у нас все устроено. Телеканал Дождь, блядь. Ты, ты, давай, отвечай, блядь. Блядь, мы же придумали снег. Снег, телеканал снег. Медуза, блядь, давай, я тебе все отвечу сейчас. Я передам им, если что. Запишу. Нет, вот это вот. И таких шуток у меня было много. Ну, заебись. Да. Но все равно, когда ты... Стоп, стоп. Но когда ты... Смотри. Но с другой стороны я согласен в том, что условно в интернете, так как там нет цензуры, шутят как угодно. Ну, в том числе и вот как и хотят ли не ты. Я тебя больше теперь люблю. Вообще не похожи на тебя. Но местами даже смешно в интернете. Конечно, в интернете очень много смешного там про актуальные новости, про президентов, про строй, про государство и так далее, и так далее. Но на телеке есть своя цензура. Безусловно. Ну, то есть, если вы об этом не знали, если ты, Андрей, не знал. Серьезно? Да, есть своя цензура. Не то, чтобы нам не позволяют... Мы приносим миллион шуток про Путина, нам говорят. Нет, шутите про эскалаторы. И мы такие, хорошо. Вот они, эти шутки. Их вам написали в АП. Вот вам написали. В администрации президента Нурлану написали шутки про то, как его спутали с кальянчиком. Отлично. Да. Написал Песков. Да. Потому что... А я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему. Белый такие панчи выдавал порой. Такие. Но все равно, белый... Да это белый, он там про сиськи письки шутит. Ну, понимаешь, это... Эх, ну, чё там. Он вообще-то мразиша обидел. Никто уже и не помнит. Вот что вы помните, понимаешь? Вы, блядь, мы помним. Нет, ты меня спросил, почему вы не шути про политику, я тебе отвечаю. Блядь, истец, сука. Развернутый ответ, братан. Я более чем развернуто сейчас, мне кажется, никогда про это. Минут десять, как либеральный журналист, блядь, у вас тут. То, сука, блядь, держитесь. Знаешь, почему от вас ожидают шуток про Путина и смелых шуток? Потому что вы единственные, кто хоть чё-то говорит в микрофон из своей головы. Потому что если ты посмотришь на телевизор, там все говорят, блядь, по бумажке. Это другое дело. Нет, все нахуй там говорят. Никто не высказывает своих мыслей, понимаешь? Ты, блядь, видишь, ты вот видишь, когда в КВНе шутка, блядь, отдаленно, блядь. То есть как бы с того места, где эта шутка, до политической, можно, в принципе, допрыгнуть, да? Но еще надо постараться. И ты видишь, как, блядь, у всех ёбло напрягаются. Все-таки... Хорошо, я тебе сейчас скажу, окей. И вот, и ты такой говоришь, блядь, мы говорим правду. Мы вот, значит, блядь, такие искренние. Вот, потому что мы, значит, говорим обо всем. Обо всех. Мы себя, значит, здесь вам выворачиваем. Вам не пиздим. Говорим правду. Хочется сказать, ну, давайте говорите всю правду. Вот, в этой стране это выглядит так. Ты должен принять либо одну позицию, либо другую позицию. Все, тебя никак не принимают. Тебя не принимают со своей позицией. А моя позиция такая. Я, блядь, не хочу быть ни там, ни там. Я хочу быть сам по себе. Я хочу быть просто гражданином этой страны. И вот, когда мне захочется пошутить о либеральной общественности, я о ней пошучу. Когда мне захочется пошутить о действующей власти, я о ней пошучу. Потому что мы же тут про свободу качаем все. Не, Андрей, еще такой момент, еще такой момент, что, ну, это на мой взгляд, для начала, чтобы хорошо пошутить про политику, если ты хочешь, да, про политику, если мы говорим о таких вещах, то сначала нужно просто научиться шутить. Понимаешь, о чем я? Ну, просто хорошие шутки начать писать. Многие комики гонятся вот за тем, о чем ты говоришь, вот про политику, чтобы люди просто услышали то, что они вот хотят вот, да, давай, мяч, власть, бля, давай. Ну, я думаю, для начала, мне надо просто научиться уверенно шутить в целом. А потом, если меня это сильно будет задевать, то я буду и шутить про те темы, которые, там, условно, ну, о чем я сейчас не хочу говорить, ты хочешь, да? Ну, я имею в виду о политике, о политике. То есть, я, ну, не могу, мы тебе донесли мысль, что о политике могут быть шутки, допустим, о передаче, о законах, вот, о пенсии. Так, слушай, чувак. О сопутствующих вещах. У меня вообще... Просто для многих шутки о политике, это Путин, да. Это вот, понимаешь, о чем я? Ты понимаешь, я в этой ситуации оказался, блядь, крайним. Нет, 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 ты не воспринимай на личное, Андрей. Я понимаю, я вообще просто задал вопрос, но у Тимура наболело по поводу либеральных журналистов. Нет. Поэтому он выбрал цель. У меня не наболело, нет, у меня не наболело. Я просто ко всем пытаюсь относиться, как бы, нормально. Я не люблю... Да как не наболело, ты только что, вот, вы, вы, блядь, хотите... Я как представитель говорю, слушай, слушай, я очень многих уважаю, я тебя уважаю, ты это знаешь. Сейчас это просто тренд, понимаешь, от всех этого, как бы, вот, если ты занимаешься творчеством сейчас, от тебя хотят революции, от тебя хотят творчества. Блядь, ну, мы просто занимаемся творчеством. Я понимаю, что мы, как бы, возможно, музыканты, все мы отчасти являемся каким-то голосом поколения. Но контекст в этой стране создан так, что это невозможно делать прямолинейно. Закругляйся, запизделись. Да, спасибо большое, народ. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok